В 2018 году я переехал из Новосибирска работать в город Курск. И попав в маленький регион, я четко ощутил проблему кадров, которые нуждаются в информации. И родилась идея такая, что специалистам очень сложно отрываться от производства, ездить в столицу или в какие-то другие крупные города для мероприятий. Мы решили проводить мероприятия непосредственно в регионе, чтобы специалистам было удобно, не отрываясь от собственного производства. И для удобства мы выбрали не случайно выходные дни, повышать свои профессиональные навыки, общаясь со специалистами из столицы и других регионов крупных. Первое мероприятие было в 2022 году. Оно проводилось на базе клиники медосистов в городе Курск. Данное мероприятие было направлено на показательные операции по лечению гиперплазии предстательной железы и мочекаменной болезни. Мероприятие было своего рода уникальным, потому как на нем продемонстрировали впервые в России и, может быть, даже и в мире, энуклеацию предстательной железы с помощью низкомощного гольмиевого лазера. При том, что в концепцию мероприятия была заложена не одна гольмиевая машина, а несколько гольмиевых лазеров, низкомощных, разных производителей, которые достаточно себя эффективно продемонстрировали по поводу лечения гиперплазии предстательной железы и, конечно же, по поводу лечения мочекаменной болезни. На сегодняшний день в проекте «Ура-Уикенд» задействована основная группа специалистов, которая состоит из четырех человек. Это меня, Николая Ивановича Сорокина, Алима Мухаммедовича Дымова и Вегена Андреевича Малхасяна. С учетом того, что наш проект подразумевает проведение данных мероприятий в разных регионах, мы стараемся всегда привлекать специалистов из данного региона, где мы проводим мероприятия. Это способствует большему интересу аудитории и, в общем-то, наверное, как-то даже сближает специалистов с экспертами школ. Это больше, наверное, социальная миссия. Она состоит в том, чтобы специалисты регионов совершенно свободно могли общаться с экспертами школы, для того, чтобы они совершенно спокойно повышали свои навыки в оборудовании в современном, которое на сегодняшний день есть на рынке, для того, чтобы они не стесняясь задавали вопросы, которые они могут, так сказать, неудобными оказаться на каких-то крупных урологических мероприятиях. И тем самым, наверное, это мероприятие и будет набирать такую популярность. Ну, я вообще его называю неким таким урологическим капустником, да, то есть когда люди собираются в небольшом пространстве и совершенно не стесняясь задают все вопросы, которые у них назрели в голове. На сегодняшний день, к сожалению, чем дальше мы смотрим от центра нашей страны, тем, к сожалению, мы больше видим, что все равно превалирует открытая хирургия. Наша задача – развивать малоинвазивную хирургию, эндоскопическую, которая, естественно, уже доказала себя как эффективные способы лечения. И это будет и на благо пациентам региона, и, естественно, на благо специалистам, которые эти навыки будут применять в своей работе. Я думаю, что это неплохая перспектива сделать этот проект не только российским, да, но и интернациональным, потому как я не вижу никакой разницы между урологами России и урологами ближнего зарубежья – это те же самые специалисты с такой же жаждой знаний, с такой же жаждой научиться чему-то новому. Поэтому, если такая потребность будет, безусловно, ее надо рассматривать и использовать.